Здравствуйте, дорогие друзья! Ни дня без вебинара, ни дня без общения. То, что является залогом нашего успеха и надежд лучших на будущее после завершения этой неприятности, которая сейчас весь мир наш окутала. Тем не менее, как мы уже говорим, жизнь продолжается, и более того, в некоторых вопросах она даже активизируется. Мы сейчас... Дмитрий, здравствуйте! Вот у нас чат уже включен, сразу надо как-то отреагировать было на первого нашего активного посетителя. Итак, дорогие друзья, вопросы, связанные с эмиграцией, вопросы, связанные с приобретением недвижимости, они на самом деле совсем на паузу-то, в общем, никогда и не встают. И сейчас можно вполне утверждать, что все эмиграционные задачи, если они уже стояли перед кем-то из вас, они сейчас вполне-вполне-вполне смогут продолжать решаться. Наши эксперты компании «Иммигрант Инвест» как раз и помогают в решении этих задач. Если помните, несколько дней назад мы уже встречались здесь, в наших таких импровизированных студиях, и разговаривали мы тогда о программах Кипра и программах Мальты. Причем говорили как в общем, ну, собственно, о том, что неизменно, да, каким принципом эти программы работают, что нужно для того, чтобы получить гражданство Мальты или Кипра. Но, кроме этого, мы говорили и о том, какие изменения в программах возможны, потому что, ну, есть изменения локальные, связанные с закрытием границ, страны как-то по-другому начинают реагировать прямо сейчас на заявителей, на получение документов, на выдачу документов. Так, безусловно, вполне резонно ожидать, что программы изменятся в ближайшее время. Программы изменятся в ближайшее время, те или иные, или они уже меняются, ну, поскольку, собственно, иммиграционные программы, связанные с инвестициями, не завязаны на вложение в то или иное государство, денег сейчас всем не хватает, и страны могут решать вопросы привлечения денег по-разному. И сегодня мы поговорим об очень-очень интересных программах, которые для меня на самом деле, ну, поскольку я уж в этой сфере 8 лет, да, как-то кручусь-верчусь, но они для меня наиболее интригующие, наиболее загадочные до сих пор. Здесь уж без экспертов точно не обойтись. Наши эксперты компании «Мигрант Инвест». Я с удовольствием представляю двух очаровательных собеседниц, которые сегодня нам расскажут про Карибские острова и про Карибские паспорта. Я представляю Злату Эрлих, директора офиса в Австрии компании «Мигрант Инвест». Злата, здравствуйте. Здравствуйте. И представляю Рената Артеменко, руководителя юридического отдела компании «Мигрант Инвест». Рената, видите, слышите меня? Всех приветствую. Отлично. Я думаю, сразу можно в чат, ну, там, в течение нескольких минут контакты компании «Мигрант Инвест» запустить. Традиционное предупреждение, друзья, безусловно, будет запись, безусловно, будет отчет на Прианру в ближайшие дни по итогам нашего вебинара. Ну, а сейчас, в течение ближайшего часа-полутора, мы говорим о карибских паспортах. Мы озаглавили наш вебинар «Карибский паспорт. Удачная инвестиция во время кризиса» и все об упрощенном порядке оформления документов. Иммиграционные программы карибского региона действительно решение уникальное в известном смысле и потому что финансово они весьма специфические, то есть они, скажем, дешевле кипрских или мальтийских и по многим другим причинам, о которых сейчас будем говорить. Ну, а для начала просто несколько слов. Злата, давайте вы представите просто и себя, и вашу коллегу, и свою компанию, чтобы понять, чем вы вообще занимаетесь и в чем заключается, на чем основывается ваш профессионализм именно в вопросах иммиграции. Здравствуйте. Еще раз хочу представить нашу компанию «Имигрант Инвест». Это юридическая компания. Мы работаем с 2006 года и помогаем состоятельным семьям получить второе гражданство или вид на жительство за инвестиции. Компания является лицензированным агентом всех действующих государственных программ. Мы сегодня вот будем говорить о пяти карибских странах. Это Гренада, Сан-Киценевис, Антигуа и Барбуда, Сан-Люсси и Доминика. У нас во всех этих странах есть лицензии. Также, конечно же, у нас есть лицензии на работу по программам гражданства ИПМЖ Мальта, гражданства Кипра, Португалии, Вануату, Молдовы. Офисы «Имигрант Инвест» расположены в шести странах мира. В штате компании работают дипломированные юристы, адвокаты, сертифицированные агенты по недвижимости. Их специализация учитывает особенности юрисдикции различных стран. Также в нашей компании единственной в отрасли работает сертифицированный Compliance Anti-Money Laundering Officer, сертифицированный Международный ассоциаций специалистов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, который помогает клиентам подготовиться к процедуре due diligence, и это позволяет максимально снизить риск отказа. Хотя многие думают, что в карибские страны отказов нет. На самом деле это не так. Тест на благонадежность, то есть due diligence-тест тоже-таки серьезный. Мы постоянно контролируем изменения местного законодательства и сразу же используем это в работе с клиентами. По due diligence, по тесту на благонадежность. Мы проводим глубокую проверку клиента еще до подачи им документов на рассмотрение. И это позволяет снизить риск отказа. Но по карибским странам это гораздо меньше, наверное, доли процентов. И государственные органы по выдаче гражданства за инвестиции в различных странах ставят нас всегда в пример и рекомендуют сотрудничество с нами. Ну что ж, я еще раз попрошу все-таки разместить, если сейчас там никакого сбоя нет, просто контакты компании Immigrant Invest в нашем чате. И еще раз хочу обратить внимание, что чат открыт. Вы можете задавать вопросы, которые у вас уже есть или которые возникнут по ходу нашей беседы. И я думаю, что в ближайшее время эти вопросы появятся. Но на самом деле изначально, вот контакты у нас появились, изначально и первые вопросы, они в любом случае, ну, условно говоря, идут от меня. Коллеги, давайте начнем просто с небольшого описания. Да, вообще, ну, такое уж не совсем литературное выражение. Откуда ноги растут? Что это за программы? Что они предоставляют? Реальное ли это гражданство? Или это просто такой образ? То есть несколько общих слов, если можно. Пожалуйста, кто начнет? Я начну. Это реальное гражданство. Иногда называют экономическое гражданство стран. Эти программы были, вообще-то, созданы, чтобы для поддержания экономики данных стран. Самая старая программа, это программа по получению гражданства Санки Ценеви за инвестиции, работает с 1984 года. В основном это гражданство используется как инструмент. Никто, ну, или практически никто не планирует переезжать в страны, жить на постоянное место жительства. Использует этот паспорт. Ну, вот мы еще поговорим о преимуществах, как безвизовый въезд во многие страны, потому что вместе с паспортом Российской Федерации или других стран, да, Украина, Казахстана, очень хорошее покрытие по миру получается. Открытие компаний на новый паспорт, открытие банковских счетов за рубежом, оформление активов и недвижимости, использовать возможности стран Содружества Корриком и Организации Восточно-Карирских стран в бизнесе, для структурирования бизнеса, использовать возможности страны с английским правом для защиты своих интересов в бизнесе. А в случае с Сен-Китс и Невис используется американское корпоративное право. То есть на самом деле очень много возможностей дает паспорт. Хорошо. Ну, давайте тогда немножко все-таки расшифруем вопрос. Вот человек, который этот паспорт имеет, он формально может находиться на территории вот этих стран, оно любой из пяти, ну, если мы говорим про конкретную страну, без ограничений, ну, собственно, я гражданин страны, живу в ней, вопросов никаких. Но при этом очень немногие так поступают. Как они поступают и почему? Ну, на самом деле... Ваши клиенты, вот как они действуют? Наши клиенты используют этот паспорт, как я уже сказала, как инструмент, да, им нужен этот паспорт, как запасной аэродром. Если там политические акценты в мире сместятся, у них есть второй паспорт, да, например, сейчас ни у кого нет или у многих нет проблем с визами, но ситуация может измениться, и визу будет поставить невозможно, как, например, сейчас. Консульство закрыто все. И данный паспорт позволяет без визово въезжать в Шенген, в Великобританию, в Гонконг, в Сингапур. Гренада позволяет еще въезжать в Китай. То есть это тоже очень большое преимущество. В конце концов, можно выехать в какую-то из безвизовых стран, там, в тот же самый Шенген, да, и уже на месте осмотреться и подать документы на ВНЖ, там, в этой стране Шенгена, в Европе. Либо просто остаться жить в России, вести бизнес и использовать этот паспорт по необходимости для комфорта. Злата, но вот существует такой неофициальный, безусловный, термин. Эти паспорта очень часто, ну, так, в обиходе называют туристическими. Исходя из того, что вы сейчас сказали, в общем, это, ну, не совсем корректная история. То есть, ну, безусловно, они могут использоваться и как документ для путешествия по миру, более простого, чем, ну, простой загранпаспорт с визой, там, российский, украинский или казахский. Но, кроме того, это все-таки очень часто и бизнес-история, просто хочу это еще раз подчеркнуть, и очень часто это, ну, история, может быть, для дальнейшего образования, там, для чего-то еще. Правильно я вас понял? Да, конечно, это и бизнес, это налоговое планирование, недвижимость оформляют на паспорт. И, опять-таки, да, безвизовый въезд не нужно путать, то есть намного лучше, чем въезд по визам, потому что дает намного больше возможностей. И вот все эти страны, я уже упомянула, входят в Содружество стран Корреком и Организация Восточно-Карибских стран. То есть тот, у кого есть паспорт, вот, одной из наших стран, он имеет право жить в любой стране Организации Восточно-Карибских стран. Из стран это 11 стран. В эти страны он может ездить, даже паспорт не нужен, по водительским правам или социальная карта, какое-то удостоверение личности. Во всех этих странах он имеет доступ к медицине, к образованию, к социальной системе. То есть даже вот если мы говорим о Карибах, это тоже не только там, вот у меня паспорт Сент-Люсси, и только Сент-Люсси. С паспортом Сент-Люсси вы практически гражданин там 11 стран, где у вас равные права со всеми гражданами этих стран. Хорошо. Скажите, пожалуйста, на слайде нашем отчетливо видно, собственно, я думаю, это ни для кого не секрет, что карибские страны – это вот такие маленькие пятнышки земли между Северной и Южной Америкой. Если мы говорим о том чисто визуально, что они собой представляют, это вот поросшие лесом золотистые пляжи, где-то пляжи, где-то лес, где-то небольшие города. Что это за государство, как они выглядят с точки зрения инфраструктуры? Или все по-разному? Да, все по-разному. Острова разные, маленькие, большие населения, от 50 тысяч и до 160 тысяч на Сент-Люсси, например. Карибские острова состоят из нескольких групп больших и малых островов, а именно из больших и малых антийских островов и багамских. Часто мы тоже слышали, наверное, такое понятие Вест-Индия. Вот это и есть Вест-Индия. Официальный язык английский, что многие тоже удивляются. Большинство также говорит на патуа. Это смесь креольского и французского языка. Ну, патуа, это, наверное, для большинства из нас, не для нас. Не для нас, но официальный язык английский, то есть вся документация, все на английском языке. Также, в основном, также английское право. Кроме вот на Сент-Люсси, гражданское право английское, корпоративное право американское. На Антигуа и Барбуда гражданское право французское, как в Квебеке примерно. То есть это тоже все можно использовать в бизнесе. Члены Британского Содружества, все эти страны, возглавляются Королевой Великобритании. Экономические граждане имеют равные права с теми, кто получил гражданство по натурализации. То есть право на проживание, работу, учебу, социальная помощь. Ну вот, право голосовать только при условии, там, не всегда и при условии постоянного нахождения. Еще что очень важно для наших клиентов, особенно у которых мальчики подрастают, нет воинской обязанности. И судебная система, кстати, тоже общая для этих стран. Вместе с семи другими странами, это организация государств восточной части Карибского моря. Для этих всех стран действует единая судебная система, известная как Восточно-Карибский Верховный суд. Состоящая из высокого суда и апелляционного суда, расположенного на острове Сент-Люссия. И, да, да. То есть очень, на самом деле, очень много преимуществ. Возможности преимуществ много. Ну, наверное, тоже сейчас Ринату подключаем к нашему разговору. Давайте поговорим вот об общих, вот в общем эти программы. Какой принцип получения паспорта? То есть, если мы говорим об инвестиционных программах, ты должен что-то вложить, и после этого ты должен, ну, как бы, вот, должна начаться процедура. Ты должен что-то получить. Да, что получить. Естественно, мы отдельно скажем... Алексей, видим ваш вопрос, тоже на него обязательно ответим. Отдельно скажем потом по каждой стороне нюансы, но если мы говорим в общем, то есть как ведется работа по получению паспорта? Общий принцип работы состоит из первого обращения клиента в нашу компанию. Наша компания проводит первый этап предварительной проверки, чтобы мы понимали возможности нашей дальнейшей работы с клиентом. Далее, после предварительной проверки, когда мы уже приступаем непосредственно к сбору документов, к сбору и подготовке документов по той или иной программе, в процессе, да, мы проводим уже углубленный due diligence по всем этапам, да, которые разделены на этапы в зависимости от документов, которые мы видим, в зависимости от информации, которую мы сами анализируем. На данном этапе мы готовим документы, собираем у инвестора список документов по всем программам одинаковый примерно, плюс-минус, да, это такие блоки, в принципе, можно выделить. Это, конечно же, личные документы, то, что необходимо предоставить паспорта, свидетельство о рождении, о браке, дипломы, военные билеты и так далее. Отдельным блоком всегда по программам встают документы банковские, да, рекомендации, выписки со счета. Отдельный блок подтверждения адреса проживания и документы, которые всегда вызывают больше всего вопросов, да, больше всего сомнений, это подтверждение источника капитала, да. Это то, каким образом. Вот об этом как раз давайте чуть-чуть подробнее, да, если мы говорим о, ну, понятно, там, паспорт так или иначе есть у всех, да, там, подтвердить личность, в общем, наверное, не особо большая проблема. Вы сказали, что, ну, практически вот эти пять стран, о которых мы сегодня будем говорить, условия примерно одинаковые, но вот что они требуют и насколько это требование, ну, там, жесткое, назовем так, может быть, в сравнении с какими-то другими программами или просто без сравнения абсолютно. Да, всегда по любой из карибских программ, ну, в принципе, да, по любой из программ инвестиционных важное, безусловно, значение приобретает подтверждение источника капитала. Да, что это такое? Как мы, как это мы понимаем? Это то, каким образом инвестор заработал капитал для инвестиции, неважно, в фонд, либо в недвижимость, то есть всегда проверяют способ, которым инвестор заработал деньги. Это должен быть легальный способ, не связан с криминальной, преступной деятельностью, не связан с отмыванием денег, не связан с любой иной деятельностью, которая может, да, дискриминировать инвестора в процессе получения гражданства. И, безусловно, это финансы, которые должны быть подтверждены документально. Да. Потому что мы не можем в декларативной форме указать, что, да, я заработал. Забегая чуть-чуть вперед, вообще, ну, гражданство карибских стран, например, если мы сравниваем с мальтийским или с кипрским, это не очень большие суммы, это сотни тысяч долларов. Ну, там, долларов, я врать. Вот так. Если мы говорим о подтверждении доходов, всегда, ну, есть такой вопрос, и мы, кстати, вот несколько дней назад, когда говорили о Мальте и кипре, это обсуждали. Важно показать весь свой капитал или важно показать просто какую-то сумму? Вот как раз Ольга спрашивает, да. Да. Для участия в карибской программе достаточно показать сумму, да, достаточно первое для инвестиций, ну, и, конечно, плюс какой-то капитал дополнительно, да, к этой сумме, потому что, ну, к примеру, если мы показываем только банковскую выписку, участвуем в программе Сент-Люси, показываем банковскую выписку, и там 100 тысяч и все, грубо говоря, то, конечно, встает вопрос, а вообще, да, на какие финансы дальнейшее планируется проживание? Ну, опять-таки, здесь анализируется каждый кейс отдельно, да, безусловно, если такие ситуации возникают, мы можем подтвердить все другими активами, не обязательно, да, хранить все в деньгах, не обязательно на банковских счетах, есть инвестиции в недвижимость, есть инвестиции в ценные бумаги, на институционные портфели. И, безусловно, да, мы анализируем каждый кейс в конкретном случае и готовим его так, чтобы с минимальными усилиями, с минимальными дополнительными запросами, да, чтобы их вообще не было, получить одобрение по программе. Ирина, вопрос, какова стоимость паспорта, значительная часть нашего вебинара чуть позже потерпите, мы обязательно расскажем про каждую программу в отдельности. Уточнить хотел бы тогда такой момент, давайте все-таки уже о самом интересном. Вот есть история, связанная с тем, что вот паспорта карибских стран, их можно как-то получить, по сути, удаленно. Вот вы сказали, что вам нужно сначала предоставить некие документы, эти документы предоставлены, предположим, никаких вопросов таких явных у вас заявитель не вызвал, что происходит в дальнейшем, что значит онлайн получение гражданства, потому что это так немножко в голове не укладывается, у меня так точно. Ну, к слову, сейчас из ситуации, да, из пандемии, в принципе, все программы пошли навстречу и упростили требования к формату документов, да, требования есть к программе СНКИДС, например, существенно проработали изначальный список документов, необходимый для подачи, то есть, конечно, все эти блоки собирать не надо. И основной момент, это все программы проработали способ подачи документов. Мы все подаем онлайн, да, это что такое онлайн? Это сканированные копии документов в готовом виде подаются уже непосредственно на рассмотрение через специализированные интернет-порталы. Рассмотрение по всем странам, по всем карибским странам зависит от конкретной программы. Это может быть два месяца, это может быть три-четыре месяца в зависимости от программы. Сейчас, в принципе, рассмотрение занимает еще меньшее количество времени, предполагается, да. Например, опять же, тот же СНКИДС анонсировали завершение дью-дилиженса в течение двух месяцев. То есть, в течение двух месяцев, при условии, что все документы поданы, не возникает вопросов, инвестор вправе рассчитывать на решение по своему заявлению. Вот уточняющий конкретный вопрос один из наших зрителей задал. То есть, полет на Карибы вообще не потребуется. Вот человек может получить паспорт условно, ну, из дома ему все-таки придется выйти, да, там собрать документы и так далее, но, скажем, пределы своей страны или своего города он может не принимать. И вот, соответственно, вот какие, еще раз, нет что? Нет, нет необходимости в том, чтобы лететь за своими документами в какую-то из карибских стран. То есть, все можно получить на месте в зависимости от того, где инвестор находится. Единственное, есть нюанс, это программа Антигу и Барбуда, которая уже после получения паспорта, да, после того, как инвестор получил свои документы, был одобрен, получил документы. По этой программе есть требования о том, чтобы посвятить страну в течение первых пяти лет на срок не менее пяти дней и принять там присягу. Но, повторюсь, это не привязано к паспорту. Вы сначала получаете паспорт, в принципе, вы можете им пользоваться год, два, три. И, главное, до истечения пятидневного срока не забыть это требование выполнить. Потому что вплоть до лишения гражданства, невыполнение этого требования может повлечь и такое. И такие юридические последствия крайне негативные. Мягкие, мягкие, а все-таки суровые ребята живут на Карибах. Так, скажите, а вот написано, каков все-таки оффлайн действия, какие будут необходимы. Итак, документы собраны, проверка вами пройдена. После этого в нужном виде эти документы отправлены, собственно... Отправлены в ту юрисдикцию, которую выбрал инвестор. Документ отправляется в инвестиционный отдел. По каждой из программ в каждой стране есть свой инвестиционный отдел, который непосредственно занимается только этими вопросами, вопросами инвестиционного гражданства. Оплачивается сумма проверки за благонадежность уже в самом отделе. После того, как инвестор проходит этапы проверки по нашей компании. И при подаче уже начинается процесс рассмотрения. Так называемый процесс due diligence по программе. Процесс, он происходит удаленно. И, по большому счету, после того, как человек сдал документы, на этот процесс он уже влиять не может. Все. То есть, условно говоря, документы в ячейке, они поступили на рассмотрение. Да, все верно. После подачи документов, в принципе, заявитель уже никак не влияет на то, каким образом проходит рассмотрение. Потому что далее уже подключается due diligence непосредственно самой программы, в зависимости от того, сколько этапов программа использует при анализе заявлений. И если возникают вопросы, уточняющие на любом из этапов проверки, нам приходят дополнительные запросы. Да, опять-таки, из этого самого инвестиционного отдела. Дополнительные запросы могут быть самого разного толка. Как раз хотел спросить, что... Ну, вот по вашей практике, например, что могут спросить? Подтверждение какого-то документа там по доходам или что? Вопросы задают самые разнообразные. Иногда уточняющие вопросы задают относительно бизнес-деятельности. Да, какие-то есть моменты, которые инвестиционный отдел счел необходимым выяснить. Иногда уточняющие вопросы задают по поводу членов семьи заявителя. Иногда есть какие-то вопросы относительно документов. То есть, в принципе, вопросы возникают самые разные, но, опять-таки, мы минимизируем. Мы работаем достаточно давно, и, в принципе, в процессе подготовки мы минимизируем количество запросов предполагаемых, да, поскольку от того, насколько правильно документы подготовлены, конечно, зависит и срок рассмотрения, и процесс рассмотрения. Поэтому... Окей. Перед тем, как мы уже перейдем к конкретным странам и конкретным цифрам, все-таки еще один, наверное, общий вопрос, хотя по каждым странам мы его потом конкретизируем. Если мы говорим о целой семье инвестора, есть ли какое-то, ну, вот общее правило, кто может претендовать на гражданство, или это тоже уже вопросом, в каждой стране есть отдельные нюансы? На гражданство может претендовать инвестор, могут претендовать супруга инвестора, дети инвестора, родители инвестора, либо супруги. Это общее требование по всем программам. Здесь уже вопрос возраста, да, соответственно, дети до 18, далее идут дети старше 18, там, например, до 25, до 28, до 30 лет, в зависимости от программы. Ну и, к примеру, программа Гренады, она в этом плане немножко в положительной степени расширила круг заявителей и еще внесла в прошлом году, в мае, поправки, и в соответствии с этими поправками могут подаваться братья и сестры основного заявителя, либо супруги, что на самом деле, да, то есть в этом плане программа Гренады существенно отличается. Ну, есть требование о том, чтобы братья и сестры должны быть не замужем, не иметь детей, однако в любом случае такая опция есть, и активно ей пользуются наши инвесторы в том числе. Просто сразу уточнение, потому что потом можем уже к этому не вернуться. Братья и сестры должны не иметь детей или только они могут получить, а их там дети, жены, мужья получили? Не иметь детей. То есть именно не иметь? Да. И не состоять в браке. Не состоять в браке лучше. Хорошо, давайте все-таки уже будем говорить сейчас о конкретных странах. Я вопросы вижу, мы их коснемся. Значит, давайте вот с первой программы, так, где какая она у нас есть. Итак, славное государство Санкидс и Невис. Это вопреки мнению многих, это одна страна, а не две. Уже много чего узнали. Да, это одна страна, столица Бастер, это небольшая страна, население всего около 50 тысяч человек. Ну давайте вот, Злата, на самом деле вот уже будем говорить, смотрите, написано вот у нас в кадре такая относительно общая информация, и как раз по каждой стране поговорим. Значит, срок рассмотрения понятный. Вот важный вопрос, что хочется понять 150 тысяч, во что я их вкладываю? И это на одного, на нескольких. Ну давайте, вам ваше слово. От 150 тысяч долларов США это безвозмездный взнос в фонд устойчивого развития. То есть это дотация. 150 тысяч – это основной заявитель. Если подается супруга, то это еще дополнительно 25 тысяч, и на каждого дополнительного иждивенца еще по 10 тысяч. То есть поэтому мы рассчитываем всегда на семью. Также можно инвестировать в недвижимость. Можно инвестировать от 200 тысяч долларов США в объекты туристической недвижимости, либо 400 тысяч долларов США в отдельный объект. Через 7 лет эту недвижимость можно продать. Отдельный объект можно через 5 лет продать. Злата, давайте сразу будем уточнять. Итак, вариант или-или. Или я слачу от 150 тысяч и все, просто купил, по сути. Давайте так, в простой терминологии. Купил 150 тысяч, если я один. Если с супругой, то 175. Ну, примерно, да? Да. Какие-то дополнительные расходы к этому есть? Ну, там, на рассмотрение, за что-то еще? Да, конечно. Есть еще дополнительные расходы по всей программе за комплект правительственных форм, за рассмотрение, за паспортный сбор. И, конечно же, услуги нашей компании. Услуги нашей компании по всем странам 25 тысяч долларов США. То есть у нас одинаковая цена. За одного или за всех? Это за всех. Это за всех. Если добавляются, скажем так, до 4 человек. Если больше 4 человек, то нужно рассматривать. Если родители добавляются, то еще 5 тысяч за родителей. То есть это все мы уже индивидуально рассматриваем. Итак, смотрите. Значит, первый вариант 150 тысяч долларов. Второй вариант я могу заплатить 200, но тогда я уже... Это уже в большей степени слово инвестиция здесь будет уместно, потому что я что-то покупаю. Да, но на самом деле не только эти 200, вы также должны будете заплатить государственный сбор, который тоже на основного заявителя и на дополнительных членов семьи все вместе будет около 100 тысяч долларов США. Это во втором случае. Это во втором случае, да, да, да. Во втором случае. То есть разница между дотацией и опцией недвижимости от 100 до 200 тысяч долларов США. Это если мы говорим про долю, да, про долю в отеле. Еще тоже хочу сразу сказать, что в основном, конечно, наши клиенты инвестируют в дотацию. Это более понятно, да. Вы заплатили, вы купили паспорт. Недвижимость – это всегда обременение. Если это доля в отеле, то этой долей или, скажем так, отдохнуть в этом отеле по договоренности с управляющей компанией можно одну-две недели в год. Но обычно наши клиенты даже не используют такой вариант. Это ураганы, да. Не будем забывать, что все эти острова, кроме Гренады, находятся в поясе ураганов и практически каждый год ураганы. На время ураганов недвижимость не страхуется. Если она будет уничтожена или повреждена, то никакой страховой суммы клиент не получит. Ну, тем не менее… Да, пожалуйста. Вопрос. Смотрите, вот если я покупаю, ну, простейший способ, который вы сказали, просто приобретение, дотация, я сначала должен оплатить эту сумму, а потом они одобрят или не одобрят мне эту заявку? Или сначала идет одобрение, а потом оплата этой суммы? В каком порядке все это происходит? Да, сначала одобрение, и только когда ваша кандидатура одобрена, тогда необходимо будет оплатить дотацию. Окей. Итак, ну, все-таки, предположим, кто-то не боится ураганов и хочет приобрести некую недвижимость. На примере Сент-Китсеневис. Что это за недвижимость? Что я должен купить? И особенно, если мы говорим о долях. Вот доли – это что? Да. Это доли в туристических объектах. Это отели. Эта доля может быть условная, например, 1,498 доля, либо конкретная, да, там вот вы купили один. Одноместный номер, один коттедж или полномера делюкс. В любом случае вам принадлежит только доля в отеле, и вы не можете распоряжаться, сдавать или не сдавать. Все это управляющая компания делает, и клиент получает прибыль, если она будет, в зависимости от загруженности отеля, в зависимости от прибыли отеля. Проходит какое-то время, там вы сказали 7 лет, да, если я правильно услышал. Через 7 лет я эту недвижимость могу перепродать. А вот Зоя спрашивает. Вот как раз таки, да, вы эту долю в недвижимости можете перепродать. Ну, кто ее может купить? Только такой же инвестор, который хочет получить гражданство, да, поэтому часто, ну, местному, да, или тот, кто не интересует гражданство, они не будут покупать долю в отеле. Понятно. То есть я правильно понял, что вот эта недвижимость, она может несколько раз использоваться под получение гражданства? Да, да, да. Можно использоваться, но тоже мы наблюдаем, да, что если, например, этот отель уже построен, и через 7 лет это уже старый отель, и в нем уже гораздо сложнее продать эту свою долю, чем в новом отеле. То есть новые инвесторы, они уже захотят что-то более новое. Тем не менее, это возможно, да, тоже у нас были случаи, когда, например, продавали партнером своим, да, то есть в своем окружении, да, продавали эту долю, и окружение также получало гражданство. Давайте я сразу ответим на вопрос Ирины, потому что, ну, можно было бы и позже, но мне кажется, что сейчас вполне уместно. Ну, в случае с Сен-Китс и Невис вопрос звучал так. Дети, рожденные после получения паспортов, автоматически получают гражданство во всех карибских странах или нет? Вот не во всех карибских странах. Именно в Сен-Китс и Невис, ну, автоматически, опять-таки, да, ничего никто не получает. Необходимо подать заявление на получение гражданства ребенка. Сен-Китс и Невис и на Гренаде это возможно. То есть все дети инвестора, которые будут рождены после получения паспорта, получат гражданство, а также дети их детей также имеют право на получение гражданства Сен-Китс и Невис. То есть гражданство Сен-Китс и Невис и Гренада передается по наследству. Гражданство других трех стран не передается по наследству. То есть, условно говоря, вот у меня... Ну, Сент-Люссия, например, вот следующий у нас будет Сент-Люссия, получила семья паспорта, если у них родился через 5 лет еще один ребенок, то он не может получить гражданство Сент-Люссии. Или, например, если их дети, то есть родятся внуки, то эти внуки также не имеют права на получение гражданства Сент-Люссии. Но при этом, вот давайте мы уже перешли к Сент-Люссии, ну, давайте в конце мы уже совсем уж расскажем, чем одна сторона отличается от другой, хотя, может быть, несколько комментариев можно дать по этому поводу будет сейчас. Но, во-первых, я здесь вижу цифры уже не 150, а 100. Давайте опять же пробежимся по финансовым условиям на Сент-Люссии. Да, на Сент-Люссии взнос национальный экономический фонд от 100 тысяч долларов США на одного заявителя. Если это семья, например, с супругой, это уже будет 165 тысяч долларов США, с двумя детьми это уже будет 190 тысяч долларов США и так далее. То есть, например, с Сент-Люссия мы предлагаем оформлять одному инвестору. Это очень выгодно получается, если один заявитель оформить Сент-Люссию вместе со всеми расходами, вместе с тестом на благонадежность, со сборами на рассмотрение документа, паспортные, вместе с нашими услугами. 135 тысяч долларов США стоит паспорт Сент-Люссии для одного инвестора. И на Сент-Люссии, кстати, вот не очень такие удобные условия для дополнительных заявителей, для зависимых членов семьи. Дети всего до 25 лет, в то время, как в других странах, до 28, до 30 лет. И родители от 65 лет. Опять-таки, да, на Сент-Китсе Невис, родители от 55 лет. И в недвижимость, если использовать опцию недвижимости, то нужно инвестировать 300 тысяч от 300 тысяч долларов США, и недвижимость можно продать через 5 лет. То есть вот в каждой стране есть, ну, все-таки они все разные, да, все программы разные. Именно поэтому, скажем так, мы и есть, да, к нам приходит клиент, говорит, какие у него задачи, цели, состав семьи, возраст родителей. И мы подбираем ему оптимальный вариант. Не забегайте. Дивидуальный, да. Этого вопроса мы еще коснемся. Перед тем, как задать следующий вопрос, я предложил бы, во-первых, еще раз контакты компании опубликовать в чате и обратить внимание еще на то, что в ближайший понедельник мы с компанией Мигрант Инвест проводим еще один вебинар, и он будет посвящен виду нажительства в Португалии, золотой визе португальской. И сейчас очень интересное есть решение. Кому интересно, пожалуйста, регистрируйтесь. Вот ссылочка тоже есть на этот воркшоп. Смотрите, что хочу спросить. Злата, вот кроме дотации и недвижимости, ну, то есть то, о чем мы говорили и на примере СНКС и Невис чуть раньше, есть еще такая история, как государственные облигации и бизнес. Что это такое и в чем здесь возможности? Мы, эту опцию мы вообще не используем, государственные облигации или бизнес. Там уже другие инвестиции, да, это уже не сотни тысяч долларов, это уже, например, там на Сент-Люссе это миллион долларов. И, то есть, наш клиент, да, наши клиенты все-таки рассматривают паспорт «Карибов». Это, скажем так, опция там по стоимости не очень дорогого представительского автомобиля, да, там. Не самого дорогого. Не самого дорогого, да, 100-200 тысяч долларов США. И там, если автомобиль, да, через пять лет вы уже поменяете, то паспорт у вас остается на всю жизнь. Еще и у ваших детей, и у внуков, и у следующих генераций. То есть очень хорошее вложение. И это, конечно, 99,9% дотация и недвижимость. Идем дальше. Программа «Гренады». Вот что здесь, тоже написано, от 150 тысяч, сроки рассмотрения 24 месяца, безвозвратный взнос или покупка недвижимости. Особенности программы «Гренады», в чем они заключаются? Как уже заметила Рената, состав семьи. Дети до 30 лет, родители, независимо от возраста, немного различается, там, если родители младше 55 лет, тогда взнос будет больше. И братья и сестры. На братьев и сестер тоже взнос 75 тысяч. Иждивение. Дети до 30 лет, и родители должны находиться на иждивении. По братьям и сестрам уже такого требования нет. Главное тоже, как сказала Рената, чтобы они не состояли в браке и не имели собственных детей. Также «Гренада» – это безвизовый Китай. Очень интересная опция для многих бизнесменов в России, которые ведут бизнес с Китаем. Потому что сегодня там политическое отношение с Китаем хорошее, и все получают визу. Например, я могу привести пример с Казахстаном. Граждане Казахстана не могут получить визу в Китай только в составе туристической группы. То есть это очень сложно. И такая ситуация может возникнуть с гражданами любой страны. Поэтому вот это, скажем так, очень хороший способ подложить соломку, если вдруг что. И также «Гренада» – это единственный паспорт из всех пяти стран, который позволяет получить гражданам этих стран неиммиграционную бизнес-визу Е2, которая выдается на пять лет. Например, если вы хотите попробовать свои силы в бизнесе в США, пожалуйста, там очень хорошее условие, инвестиции около 100 тысяч долларов в США. Можно организовать компанию, можно получить довольно-таки быстро, в течение двух-трех месяцев визу Е2, поехать в Америку и смотреть, как там нравится, не нравится, как что дальше. Если уже там вы захотели жить в США, тогда уже нужно будет позаботиться об иммиграционной визе, потому что… Кстати, важный вопрос, он такой довольно общий, с одной стороны прозвучит, но с другой стороны, я думаю, все поймут, о чем я говорю, в какой степени США, да и вообще другие страны, серьезно относятся к гражданам с этими паспортами, которые, ну, в общем, относительно нетрудно, хотя и, ну, не совсем уж абы как можно купить. То есть нет ли претензий, нет ли у них вопросов дополнительных, дополнительных проверок? Ваш опыт? Нет, США относятся серьезно к гражданам данных стран. Одно из условий участия в программе – не должно быть отказа в визах во все страны, с которыми у государства безвизовый въезд, и в США. То есть, несмотря на то, что безвизового въезда в США нет, тем не менее, если у вас будет отказ в визе в США, то гражданство получить, ну, скажу, практически невозможно. Первый шаг будет получение визы в США. Только потом мы получаем гражданство. Либо нужна причина, да, по какой, то есть может быть незначительная причина при отказе в визе в США, там, заболели, там, вовремя не получили, то есть это, конечно, рассматривается, да, это уже тогда можно дальше пробовать получить гражданство. Если мы говорим, например, про Евросоюз, ну, там, условно говоря, типичная ситуация, там, получил визу финскую раз, получил вторую, а в третий раз тебе отказали, просто потому что ты не в Финляндию ездил, а в другие страны. Вот это является, ну, такой историей, ну, такой, более-менее несерьезным случаем? То есть в этом случае можно рассматривать получение паспортов? Разрешите, я отвечу? Да, да, пожалуйста. По оформлению, по поводу США немножко вернусь назад, да, у нас инвесторы, Карибский паспорт позволяет инвесторам поставить визу США на 10 лет в Карибский паспорт, то есть совершенно нормально ставятся визы в любом консульском предсказательстве США, в мире здесь нет никаких вопросов. По поводу отказов в визах, да, такие кейсы есть, да, безусловно, мы анализируем причины, если отказ в визе – это не нарушение каких-то иммиграционных норм ЕС, да, это не депортация, это не оверстей на территории Евросоюза. Конечно, здесь, в принципе, инвестор просто подается повторно на визу, да, и уже после повторного получения визы мы можем продолжить оформление документов. Ну, то есть все равно ты должен сначала решить, реши вопросы с отказом, а потом решил, милости просим. Безусловно, да. Ну, вот ответили Алексею, но давайте еще разочек по поводу недвижимости на Гренаде, и что это такое. Недвижимость на Гренаде от 220 тысяч долларов США необходимо инвестировать в долю туристической недвижимости, либо от 350 тысяч долларов США в отдельную недвижимость. Продать можно недвижимость через 5 лет. Туристическая недвижимость – это тоже в основном доли в отелях, доли в коттеджах с апартаментами, но которые под управлением гостиничных сетей, скажем так, находятся. Это вот что касается недвижимости. Либо от 150 тысяч долларов США в национальный фонд преобразования, то есть это дотация. Ну, то есть и тут все равно то же самое история. То есть вы реже сталкиваетесь с инвестициями в недвижимость, потому что на самом-то деле, когда есть какая-то крупная сеть туристическая, когда отельная, это в некоторых странах, там, в том же Таиланде, это же прекрасный бизнес, уложил деньги, голова ни о чем болеть не должна, там всегда есть, везде есть риски, как и в любой инвестиции, но все равно. Вот Гренада тоже не тот случай, на ваш взгляд. Ну, нет, есть у нас также клиенты, которые выбирают опцию недвижимости, потому что вероятность того, что они продадут эту недвижимость или эту долю в недвижимости через 5 лет, конечно же, конечно же, есть. Также они могут получать, могут получать прибыль, там, обычно обещают где-то до 4% годовых, пока еще я такого не встречала, там, скажем так, на Доминике за прошлый год в одном известном отеле инвесторы получили прибыль 1,5% годовых, но, возможно, будет лучше, да, это же все зависит от загруженности отеля и так далее. Можно рассматривать, нет, я не говорю, что прям вот нельзя, там только дотация, это, конечно, можно рассматривать также долю в недвижимости, но нужно учитывать, да, что продать будет через 5 лет сложно. Если кого-то, это, например, некоторые, они занимаются недвижимостью, да, они хотят там только через недвижимость. Окей. Я хотела добавить, что в плане недвижимости у нас в компании есть отдельный департамент по недвижимости, который занимается вопросами, и мы можем подобрать варианты приемлемые, да, по каждой, в том числе и карибской программе, по Гренаде, большое количество вариантов, которые мы можем помочь инвестору сориентироваться, и Гренада, да, у нас есть инвесторы по недвижимости, и, да, плюс ко всему, Гренада за поясом ураганов находится, и там, конечно, шанс того, что... Ничего не случится. ...больше свой дом, да, сводится. Еще, да, плюс у Гренады, например, любителям яхт. Опять-таки, да, вот, как Гренада сказала, за поясом ураганов, это значит, можно яхту поставить, можно порт приписки Гренады сделать, и яхта также будет застрахована круглый год. Окей. Давайте дальше переходим. Антигуи и Барбуды, это тоже одно государство, а не два. Тоже от 100 тысяч, три варианта инвестиций. Рассказывайте. Да, Антигуа и Барбуды, это вот как раз-таки единственная страна, куда необходимо будет приехать на пять дней в течение первых пяти лет после получения паспорта. Наших инвесторов это не отпугивает. Ну, наоборот, да, говорят, хорошо, да, поедем, посмотрим. Ехать должны все старше 18 лет, то есть детям ехать не нужно. Дети по условиям программы могут принимать участие до 28 лет, родители от 58 лет. На семью это самый бюджетный, скажем так, если можно вообще выразиться так, вариант, но паспорт Антигуи и Барбуды не наследуется, как мы уже выяснили. А все-таки главное преимущество, почему ее хоть кто-то выбирает? Главное преимущество тогда. Стоимость, все-таки стоимость на семью. Стоимость на семью, да. По недвижимости также можно от 200 тысяч долларов США соинвестирование при покупке юнита, продажа через пять лет. Это абсолютно новая опция, она совсем недавно появилась, либо от 400 тысяч долларов США в отдельный объект. И скажу там честно, что вот в юниты у нас еще никто не инвестировал, потому что это новая опция, еще вот не было у нас клиента. И от 400 тысяч долларов в отдельный объект это довольно-таки была большая сумма по сравнению с Инкиц и Невис, по сравнению даже с Гренадой, поэтому тоже не особенно инвестировали в недвижимость. То есть вот паспорт Антигуа Барбуды это в основном дотация. Ну и гражданство Доминики. И гражданство Доминики. Да, хочу сказать одно большое различие между всеми остальными странами. Все страны, которые мы рассматривали до этого, это унитарная парламентская монархия. Доминика это у нас республика. Президент избирается парламентом. То есть это ничего страшного, но тем не менее это вот существенное различие. Уже там не королева Великобритании на Доминике, а президент, который избирается парламентом. И в других странах королева Великобритания назначает губернатора. В данном случае это республика. Столица Роза. Международный аэропорт есть. Называется Дуглас Чарльз. Население 71 тысяча человек. И Доминик, кто оформляет Доминику? Дети до 30 лет, родители от 55 лет. И опции по дотации от 100 тысяч долларов США в фонд экономической диверсификации. То есть это тоже наравне с Инклюзией самый дешевый паспорт для одного инвестора. Также стоит, как и на Инклюзии, 135 тысяч долларов США. И также можно инвестировать в долю в туристическом объекте от 200 тысяч долларов США через 3 года. То есть вот в отличие от других, мы слышали 7 лет, 5 лет. Эту долю можно уже через 3 года продать. И также есть, так как всего 200 тысяч, то также у нас есть клиенты, которые выбрали на Доминику опцию инвестиции в недвижимость, хотя их намного меньше, чем дотация. Паспорт Доминики не наследуется. Это важное условие, важное ограничение. Но давайте мы чуть позже еще вернемся все-таки к вопросу, какие есть ограничения или в зависимости от каких пожеланий инвесторов они выбирают ту или иную программу. Вот вопрос, параллельно у нас ведется трансляция в Фейсбуке. Ну, где можно ознакомиться с программами, контакты компаний, мы вот еще разочек потом покажем непременно, соответственно, я думаю, что вы, компания Мигрант Инвест, предоставит исчерпывающую информацию по программам. Ну и еще раз говорю, у нас будет материал на Прианру опубликован по результатам этого вебинара. Соответственно, можно будет там посмотреть. А вопрос такой, ищут страну с мягким налогообложением, можно ли инвестировать в свою фирму и рассчитывать на паспорт. И про инвестиции в бизнес расскажите, то есть какие здесь есть возможности, что вы... Ну, может быть, не про какую-то конкретно страну, а в целом, пожалуйста. Ну, вот мы тогда ответим лично, как я уже сказала, там все страны одинаковы, бизнес, это нужно рассматривать, какой вы бизнес там собираетесь делать. И не во всех странах есть... То есть гражданство за инвестиции – это либо дотация, либо инвестиция в недвижимость. То есть бизнес – это история... Это история совсем другая. Это не популярная история, это совсем другая история. Это открытие офшорных компаний, и, в общем-то, она мало связана с паспортом. Хорошо, давайте тогда... Ну, вот мы примерно про основные пяти программы пробежались, и теперь следующий тогда вопрос. Ну, вот тут есть человек, который заинтересовался программами. Можно ли он сейчас составить, ну, хотя бы такой примерный кейс, безусловно, там, если он обратится к вам, разговор уже пойдет такой другой, более конкретный, но все равно. Вот какие основные параметры он должен для себя понять, чтобы потом, ну, заняться уже вплотную выбором? То есть, если я правильно понимаю, например, важный момент, хочет он, чтобы дети его могли наследовать паспорт или нет? Это важно. Что еще? Да, также важно, там, какие страны он хочет посещать, да, как я уже говорила, там, Китай-США, да, это уже мы тоже можем подобрать страну. В каком составе? Он хочет один или с семьей? Какой возраст детей? Да, если дети 29 лет, да, то подходят только, там, две страны. Какой возраст родителей? То есть, вот, хочет он братьев-сестер, то есть, по составу семьи, хочет он братьев-сестер присоединить? То есть, вот все вот эти вопросы. Технические вопросы еще разрешите, да? Вывод заключается, зачастую инвестору важно получить быстро, да, то есть, сроки рассмотрения. Например, у СНКИДС, по программе СНКИДС, есть опция 60 дней рассмотрения, ускоренный процесс, рассмотрение за 60 дней, есть возможность получить паспорт. На практике они рассматривают даже быстрее. Ну, да, это за дополнительную плату. То есть, повторюсь, есть программы, которые рассматривают дольше, есть программы, которые рассматривают быстрее. Также по формату документов есть небольшие отличия, да, где-то необходимо апостелировать все документы личные, где-то, например, это необходимость и нет. Нет, опять-таки, смотрим по срокам, смотрим по списку документов, что можно быстрее подготовить. Но, как сказала Верна Злата, изначально все, изначально выбор основывается, да, на целях таких более глобальных составов семьи, финансы, да, куда готовы инвестировать и так далее. Если мы говорим именно о практике вашей компании, из всех пяти программ, самая массовая, какая программа пользуется самым большим спросом, больше всего людей через вас именно ее получили, и потом... И по какой причине? Почему именно она самая популярная? Ну, говоря о нашей программе... Не-не, пожалуйста, пожалуйста. Да, я думаю, что, да, это Сент-Китс, да, это Антигуа и Сент-Люсия. Наверное, три программы, которые у нас достаточно хорошо пользуются. У Гренада также, учитывая... Ну, Гренада, да, по сумме, на семью 200 тысяч, это все-таки... Насколько она будет прикрывать другими преимуществами, да, финансовый вопрос, опять-таки, зависит от конкретного инвестора. Но цели абсолютно у всех разные, да, поэтому... Ну, то есть правильно ли я могу сказать, что ваш ответ не существует какой-то одной явной популярной более? То есть есть лидер, лидера нет, и все так заявители, ну, поровну распределены между, ну, по крайней мере, четырьмя из пяти программ, которые вы назвали? Ну, в принципе, да. То есть, повторюсь, разные цели, разные финансовые возможности, разный состав семьи, поэтому примерно нагрузка распределяется поровну. Ну, и давайте теперь рассмотрим уже... Рената, наверное, вы ответите. Вот поступило заявление, что все, отправили все заявки. Через какое-то время поступил положительный ответ. После того, как этот положительный ответ поступил, что происходит дальше? Каким образом я этот паспорт получаю? И каким образом там... Хорошо, даже если нам появляться не надо, что делать надо? После ожидаемого одобрения, после того, как инвестор получил радостную новость о том, что он одобрен по той или иной инвестиционной программе, необходимо выполнить инвестиционные условия. Возвращаемся к опциям, которые мы уже рассмотрели. Это либо инвестиция в фонд невозвратная, либо это инвестиция в недвижимость, потому что недвижимость также оплачивается после одобрения, нет необходимости приобретать недвижимость, перечислять деньги за недвижимость перед подачей документов. Эти требования есть по всем программам, соответственно, мы получаем одобрение, мы уже перечисляем деньги за недвижимость, либо фонд. Какое-то время занимают эти финансовые процессы между банком, инвестором, либо фондом, либо застройщиком. И уже после получения подтверждения о том, что финансы прошли, зачислены, мы, собственно, ждем изготовления паспортов и сертификатов о гражданстве. Как правило, документы, которые инвестор получает по всем программам, одинаковые. Это сертификат, то на основании чего он будет в дальнейшем паспорта менять, потому что паспорта не бессрочны, паспорта выдаются на 5, либо на 10 лет, в зависимости от программы. И, соответственно, сами паспорта, которые он получает. Паспорта получаем мы, как агенты, и уже передаем инвестору. Что значит паспорта не бессрочны, и каковы условия продления паспортов через 5 или через 10 лет? Не бессрочны, в том смысле, что они имеют срок действия, срок, когда они истекут. Условия, да, но опять-таки, если вернемся к самым строгим правилам, это антигуа. Первый паспорт выдается на 5 лет, при соблюдении пребывания в стране не менее 5 дней в течение первых 5 лет, принятие там присяги, инвестор подает через 5 лет на новый паспорт, который уже выдается на 10 лет. То есть, если вдруг будут условия, это не выполнено, инвестор не проведет 5 дней, не примет присягу, к сожалению, в таком случае он может быть лишен гражданства. И это будет существенным условием для того, что он паспорт не поменяет. По остальным программам, в принципе, процедура достаточно простая, заполняется еще раз паспортной формой, обновляется фотография, оплачивается госпошлина, и получается паспорт. Вот через 3-4 недели примерно. Вопрос от Алексея. В плане налогообложения доходов, получаемых вне островных государств, есть ли какие-то различия? Ну, то есть, слава говоря, я переезжаю еще на другой остров, доходы у меня здесь, вот история с двойным налогообложением. Антонина ответила, да, но при этом, может быть, и устно тоже можно ответить. Все верно, все карибские страны не берут налоги с мирового дохода, и, как правило, налогообложение в данном случае подпадает только доход, полученный локально, доход, полученный на самом острове, и в данном случае нужно рассматривать конкретно до каждую карибскую страну, потому что нет общих требований, в любом случае налоговое законодательство, есть налоговое законодательство. Ясно. Ну, и тогда, наверное, уже в завершении нашей беседы, в завершении нашей беседы, давайте еще разочек все-таки общий принцип, то, Злато, с чего вы начинали, еще разочек все-таки. Как бы вы описали общий принцип, вот, карибских паспортов, потому что, ну, ты получаешь паспорт Кипра, это одна история, паспорт Мальты, это другая история, а тут паспорта, которые, во-первых, стоят, ну, понятно, без учета дополнительных расходов, в некоторых случаях в 20 раз дешевле, да, это еще без учета дополнительных расходов, но, тем не менее, всегда есть некие но, и всегда есть некие там цели и задачи, то есть какую задачу паспорт может выполнить, и, наверное, не менее важно сказать, какую задачу паспорт не может выполнить. Ну, например, по нашим клиентам, да, то есть мы можем на примере наших клиентов. Кто это, да? Например, это молодые бизнесмены, которые не привязаны к определенному месту жительства. Они лето проводят в Лондоне, зимой в Таиланде, осенью в Европе. У них нет еще детей школьного возраста. Они с удовольствием получают эти паспорта, во-первых, чтобы не получать визу, чтобы не возвращаться в Россию. В России они тоже тогда уже не налоговые резиденты, если они вообще не появляются. То есть они регулируют налогообложение и определенного места жительства у них, в принципе, нет. Второе – это семьи, да, семьи – это запасной аэродром. Это, скажем так, уверенность в будущем. Паспорт лишний не бывает. Паспорта для детей, паспорта для внуков, безвизовый въезд. И, как правило, для главы семейства также это бизнес, да, это управление бизнесом, активы. Третье – вот тоже вот прям совсем недавно, довольно часто встречаются у нас такие кейсы, совсем недавно. Это пенсионеры, например, да, это родители состоятельных детей, которые живут за рубежом и которые хотят, чтобы родители к ним часто приезжали. И, опять-таки, там, если родители живут в регионе, довольно часто получаются проблемы с визами, это взрослые люди, которые, да, не хотят, не могут ехать. У нас недавно вот дети оформили для своей мамы, то есть для своей мамы паспорт Сент-Люсия, чтобы она часто к ним приезжала в Великобританию, чтобы она нянчила новорожденную внучку. То есть тоже, и это не единственный вариант, а потом тоже не забывайте, да, когда вы получаете визу, там, вы получили французскую визу, вам нужно обязательно съездить во Францию, да, если вы получали французскую визу только из-за того, что ее легче получить, и ее выдают на 5 лет, да, а австрийскую визу выдают только на время приезда. И на самом деле цель Австрии, вы нарушаете закон, вам все равно нужно будет выбрать время и поехать во Францию. Когда у вас безвизовый въезд, уже этого нет, вы уже можете ехать в любую страну без каких-то обязательств посетить ту или иную страну специально. То есть паспорт абсолютно, наш паспорт будет полезен абсолютно всем, у кого есть финансовые возможности. Значит, вот пошло еще несколько вопросов, на один из них могу ответить, мои коллеги уже ответили, да, рассылка со ссылками на статью и на видео, и запись данного вебинара будет. Не обещаю, что прям завтра, у нас тут тоже, как и на Карибских островах, наверное, выходные дни. Но в начале следующей недели мы, безусловно, опубликуем рассказ, отчет о вебинаре. И напоминаю, что мы в понедельник с компанией Migrant Invest проводим очень-очень любопытный вебинар, посвященный золотым визам Португалии и вообще португальской программе. Давайте и так, на какие вопросы мы еще не ответили. Сколько возможно находиться в странах Шенгена по данным паспортам? Вот вижу такой вопрос. В странах Шенгена по данным паспорта можно находиться до 90 дней полугодия. А, ну, то есть схема, схема более-менее стандартная. Хотела бы еще добавить, да, по поводу резюме. Мы всегда говорим, да, запасной аэродром, и вроде, да, эти причины, они какие-то всегда ненасущные, да, мы никогда не предполагаем реальные события, которые могут нам в плане наличия второго паспорта появиться, да, и сейчас мы видим то, как закрылись консульства и в России, и в Казахстане в том числе. Сейчас, в принципе, невозможно получить визу, даже при большом желании. Конечно, наличие второго паспорта решать все эти вопросы. Более того, невозможно спрогнозировать, когда откроются, да, все эти учреждения и так далее. И в плане оформления, да, конечно, здесь на конкретный момент очень большие возможности, да, это онлайн-подача, это сокращенный список, это возможность все сделать удаленно, мы полностью сопровождаем. Поэтому, конечно, в данном случае отличная возможность, как мне кажется, воспользоваться этим. Окей. Еще тоже, можно одну секунду, да, тоже недавно был кейс у клиента, сын учится в США, по студенческой визе в США, и все уже заканчивает магистратуру, через полгода сдачи диплома, и всем в группе продлили визу в США на полтора года, то есть полгода до сдачи диплома плюс один год, кроме россиян и вьетнамцев почему-то. Вот наш клиент, слава богу, заблаговременно у нас паспорт Гренадо оформил, его сын получил на полтора года, чему вот позвонил, даже позвонил специально и рассказал нам об этом. И еще все-таки хочу уточнить, раз уж мы об этом заговорили, ну, сейчас, понятно, в любом случае транспортные проблемы есть по всему миру, а как вообще добираться туда и насколько это долго, если мы говорим из России, из других стран, представители которых сейчас здесь с нами общаются, как долетать туда, ну, из России прямых рейсов, насколько я знаю, нет, это через США долетать или через Европу, откуда есть рейсы? Да, все верно, нет прямых рейсов из России, есть, в любом случае придется воспользоваться пересадкой, как правило, это Лондон, либо в Америке, либо через Майами, у нас тоже инвесторы летают, да, дают обратную связь, поэтому либо через Лондон, либо через Америку, но опять-таки Америка, это должна быть виза. Несно. Ну и тогда... Либо, да, либо на собственной яхте, либо на собственной яхте. На собственной яхте, да, кстати, на собственной яхте очень... Тоже, кстати, да, тоже кейс, вот недавно наш клиент участвовал в регате и проезжал, проплывал мимо Гренады, ну, вот тоже вот кейс по Гренаде, да, мимо Гренады пролетал, спросил нас, что он может, вот он, да, вот прям недалеко от Гренады, и мы ему организовали, он приплыл на Гренаду, получил водительские права, получил там карту социального страхования, вот, то есть полезное с приятным. Какая-то потрясающая история, да, проплывал или пролетал мимо Гренады. Да, да, проплывал. Водительские права, как в этой жизни иногда что-то бывает просто. Да, есть инвесторы, которые на присягу на Антигу у нас тоже плывут, поэтому на яхте с удовольствием они, наоборот, радуются возможностям. Возможностям. Ну, вот Антонина ответила Алексею по поводу, есть ли шансы на конкуренцию между карибскими странами и, соответственно, снижение цен на программу. Я, ну, Антонина уже ответила, но все-таки давайте немножко расширим вопрос. Вот текущая ситуация, какие послабления страны уже сделали, давайте это еще раз повторим, да, ну и что можно ожидать, то есть вот уже в виде уж такого совсем-совсем финального нашего резюме. Рината, пожалуйста. В плане, да, как я уже сказала, в плане подготовки документов и сроков рассмотрения существенно есть изменения, да, изменения касаются списков документов, формата, срок рассмотрения, да, СНКИС готова рассмотреть ваше заявление за два месяца без каких бы то ни было дополнительных оплат. Все, что касается конкуренции между карибскими странами, да, и снижение цен на программу, сложно прогрозить, сложно на данный момент сказать, что это будет иметь место быть, да, потому что, в принципе, карибские программы и так достаточно бюджетные. В рамках инвестиционного гражданства, если сравнивать инвестиционные опции, в принципе, да, возможность получить второй паспорт, начиная от 100 тысяч долларов, конечно, это и так существенная финансовая экономия. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, мы ответили на некоторую большую часть вопросов. Сегодня активность у нас была серьезная, по-моему, даже серьезнее, чем по Мальте и Кибру, за что огромное спасибо вам, дорогие наши зрители. Я прошу еще разочек разместить в чате, во-первых, контакты компании Immigrant Invest, чтобы все желающие, кто хочет, могли бы связаться, ну, или после завершения вебинара, или через несколько дней. Еще раз хочу напомнить о том, что в понедельник мы вновь встречаемся с экспертами компании Immigrant Invest и говорим о программе «Золотая виза» Португалии и о том, что вообще сейчас происходит с золотыми визами, наверное, этого вопроса тоже чуть-чуть коснемся, но главной нашей героиней в понедельник будет Португалия, так что об этом поговорим безусловно. И о всех ближайших вебинарах на Прианру вы также можете узнавать из раздела Прианру и Вент, там у нас есть наши мероприятия с компанией Immigrant Invest. Мы, безусловно, расскажем и в понедельник, видимо, в понедельник обязательно вышлем видеозапись нашего вебинара, она будет на канале YouTube доступна чуть раньше, на нашем канале, а в рассылку мы это сделаем уже в понедельник. И, соответственно, в понедельник же мы опубликуем материал с краткими итогами, с кратким резюме всего того, что сказали наши эксперты. А наши эксперты сегодня это Ринат Артеменко, руководитель юр. отдела Immigrant Invest и Злата Эрлах, директор офиса в Австрии компании Immigrant Invest. Дамы, несколько слов от вас в завершении нашего чудесного вебинара. Можно я сначала хочу пригласить всех обращаться в нашу компанию. Мы работаем с нашими клиентами от самого первого обращения и сопровождаем их, можно сказать, всю жизнь. До завершения, до получения паспорта, до продажи недвижимости, возврата инвестиций, обмен паспортов через 5-10 лет. Бывает, что утеряли паспорт, мы также помогаем. Бывает, что нужны справки о несудимости, мы также помогаем. Водительские права, кто-то хочет поехать на остров, хочет жить там, арендовать недвижимость. То есть абсолютно все услуги мы предлагаем. Еще раз хочу напомнить, мы лицензированные агенты. Информация о нас, о нашей компании есть на государственных сайтах всех программ. То есть вы можете найти, что Immigrant Invest, маркетинговый агент, лицензированный агент программ. И вот, да, и еще тоже, как я сказала там на прошлом вебинаре, очень часто Мальта и Кипр очень хорошие паспорта, можно сказать, там это цель практически у всех инвесторов получить эти паспорта, но это довольно-таки долго, да. И многие, пока там ждут оформления гражданства Мальта, гражданства Кипра, быстро оформляют гражданство Сен-Китс и Невис, второй паспорт или третий паспорт, четвертый паспорт, лишним не бывает. И, Рината, перед тем, как вам передать слово, я попрошу коллег своих, коллег своих, мы хотим опубликовать материал, ссылку на материал на Prean.ru с нашего предыдущего вебинара с компанией Immigrant Invest. Там как раз есть, был подробный рассказ о Кипре, о Мальте, и текст был подробный, я думаю, что сейчас мы эту ссылочку скинем, а вы пока посмотрите, пожалуйста, Рината, вернее, вам слово, несколько слов для нашей истории. Да, безусловно, будем рады клиентам, инвесторам, рады сопровождать в процессе получения. Мы рассматриваем каждый кейс индивидуально, да, мы проводим due diligence, то, что другие компании не проводят. Мы проводим в рамках нашей работы, анализируем кейсы, анализируем список документов, которые нам необходимы, и действительно к нам обращаются, с нами остаются, к нам возвращаются, я вам скажу. Нас рекомендуют, у нас есть много кейсов, когда просто целые компании мы оформляем, все с удовольствием пользуются нашими услугами, и действительно порой оформляют сначала карибский паспорт, потом возвращаются, еще что-то оформляют. Зоня говорит, ну что у вас там еще есть, я еще хочу, я готов, поэтому мы будем всем рады, сейчас доступны у нас онлайн-встречи, да, то есть мы можем также онлайн общаться по документам, по программам, по спискам, поэтому с удовольствием всех проконсультируем и будем рады помочь. Отлично, итак, Златый Эрлах, Ренат Артеменко, эксперты компании Emigrant Invest, думаю, в частной беседе Алексея они ответят и на вопрос по поводу паспортов, которые у них есть, я думаю, это будет совсем такая личная история, это будет так правильно сделать. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала Прианру Недвижимость за рубежом, спасибо вам огромное за внимание, очень приятно, что вы были с нами, огромное спасибо нашим экспертам, встретимся с вами на следующей неделе, ну а на страницах Прианру 24 на 7, много чего интересного, сейчас время информации, будем очень-очень рады. Спасибо вам большое, до встречи, встретимся в понедельник, пока, всем здоровья.